Девушки отдыхают Не могу Только одно черное пятно Одно черное пятно Всем привет! С вами канал Космостар Нонну Терентьеву с легкой руки зарубежной прессы Называли русской Мэрилин Монро Зрители запомнили ее по роли Зои В фильме «Крах» инженера Гарина Ее появление где бы то ни было Заставляло мужчин терять рассудок А женщин тихо и злобно завидовать Нонна Терентьева Одна из самых желанных женщин в СССР Потеряла всех, кем дорожила А ее последние годы жизни Были похожи на страшный сон Нонна Терентьева по отцу Новосядлова Родилась 15 февраля 1942 года В Баку Ее мама была актрисой Отец военнослужащим С раннего детства девочка посещала театр, где работала мама Именно тогда у нее появилась мечта стать актрисой Когда на нее было три года, закончилась война Николая Новосядлова переводят служить в Румынию, семья переезжает вместе с ним Через несколько лет, когда Нонна уже пошла в школу, отца переводят на новое место службы На этот раз Новосядловы переезжают в Киев В этом городе Нонна заканчивает школу, подает документы в театральный институт Она проучилась в местном вузе только два года После размолвки с парнем Новосядлова в наказание любимому уехала в Москву, где с первой попытки поступила в Щукинское училище Кинематографическая биография Нонны Николаевны началась еще во время учебы в Щуке Молодая артистка дебютировала сразу в двух картинах «Бухта Елены» и «Самый медленный поезд» И если в первом фильме исполнительница снималась на втором плане То во втором режиссеры доверили студентке главную роль Через три года, в 1966 году, Нонна Николаевна прославилась после экранизации рассказа Антона Чехова «Ионыч» в ленте «В городе С» Это была звездная роль Нонны Николаевны После выхода картины на экраны на начинающую артистку Обрушилась такая слава, что студентке после занятий в Щуке Приходилось сбегать из вуза через черный ход Потому что возле центрального ее ждала толпа поклонников В том же 1966 году создатели ленты Приняли решение повезти в городе С. на Каннский фестиваль для показа вне конкурса Так Терентьева впервые попала за рубеж Красивейшая молодая актриса из СССР привлекла беспрецедентное внимание западных коллег и режиссеров На одном из светских приемов Нонну Николаевну представили французским знаменитостями Симоне Синьори и Иву Монтану Симона тогда откровенно призналась, что если бы фильм с участием Терентьевой вошел в конкурсный показ То русская исполнительница непременно взяла бы приз за лучшую роль Кроме того, после Канн артистке поступало немало приглашений сняться у западных режиссеров Но руководство советского кинематографа и министерские чиновники каждый раз отвергали предложение, заявляя, что Терентьева нужна дома Что, впрочем, не соответствовало действительности Внешность Нонны оказалась невостребованной на родине Как правило, звезду звали сниматься на втором плане или в эпизодах И тогда, в конце 60-х, Нонна Николаевна вернулась в Киев, где жили ее родители и бывший возлюбленный Борис, сын украинского министра Трагедия момента заключается в том, что Ноне совсем не хотелось туда возвращаться Она вполне могла бы поехать в Европу, без работы бы не сидела Но, учитывая нерв времени, никто бы ее не оставил там жить и работать Итак, Нонна снова сходится с сыном министра и в 67-м году пара заключает официальный брак Но людьми они были совершенно разными Борис лепил из Нонны домохозяйку и требовал порядка в доме А ей, побывавшей в Каннах, щеголявшей на публике в дорогущих украшениях, купавшейся во вспышках фотокамер Но какой ей порядок в доме, это была птица совсем иного полета Борис даже выбил жене место в Киевском театре Но там ей стали завидовать из-за красоты и былых ролей Прижиться в Киеве Нонна так и не смогла Отношения окончательно испортились после рождения дочери Ксении Забегая вперед, Ксения по стопам матери не пошла Она работала журналисткой, модельером, а также 4 года была женой Владимира Машкова Итак, уже спустя 4 года Нонна и Борис разводятся и молодая женщина, ей было 29 лет, уезжает снова в Москву Ведь в театре после развода ключевых персонажей у актрисы забрали Нельзя сказать, что в Златоглавой Нонну Николаевну встретили с распростертыми объятиями Казалось, ее красота сыграла с ней злую шутку Ее называли женщиной из другой эпохи, похожей на красавец серебряного века А с такой несоветской внешностью рассчитывать на главные роли не приходилось Самой известной ролью Нонной Теретьевой стала Зоя Монрос в фильме «Крах» инженера Гарина Впрочем, эту работу нельзя было назвать однозначной творческой победой актрисы Критики назвали эту киноверсию романа Алексея Толстого «Гиперболоид» инженера Гарина неудачной А игру актеров, сыгравших главные роли, неубедительной Как бы то ни было, после этой роли Занонной Теретьевой закрепилась амплуа роковой красотки, циничной авантюристки И многие зрители стали отождествлять актрису с ее героиней А режиссеры и дальше не находили ей применения Женщина с такой внешностью совершенно не подходила на роль активных комсомолок, жестких партработниц Тем не менее, Нонна успела сняться в картине Самсона Самсонова «Бешеное золото» в фильме «Эльдора» у Разбаева «Транссибирский экспресс» Такого же плана были ее роли в похождениях графа Невзорова Александра Панкратова-Черного В картинах «Таланты и поклонники» «Дворянское гнездо» Казалось бы, жизнь наладилась Москва Работа есть, ее уважают коллеги Рядом «Новая любовь» Театральный актер Владимир Скомаровский Но светлая полоса длилась недолго Скомаровский бежит из страны с любовницей в США, оставив сожительницу одну После этого какое-то время Терентьева жила вместе с поэтом Игорем Волгиным Который посвятил возлюбленной немало произведений Но вскоре иссякли и эти отношения А в 80-х годах Нонна Терентьева и вовсе пропала с экранов Помимо актерского таланта, у нее были хорошие вокальные данные И чтобы как-то жить, она начала ездить по стране с концертами Исполняя песни Эллы Фитджеральд и Дюка Эллингтона Кроме того, она писала сценарии и в последние годы жизни работала над либретто для своей рок-оперы Но завершить его ей так и не удалось В начале 90-х у Нонны Терентьевой обнаружили рак груди, но о болезни никто не знал до самого конца Таким образом, перестройка в стране и отсутствие работы совпало с постановкой диагноза В 92-м году ее уволили из театра, и актриса осталась совсем без заработка, хотя на тот момент уже знала свой диагноз Терентьева никого ни о чем не просила и не жаловалась даже родным Дочь Ксению отправила за границу, чтобы дочь не была свидетельницей ее мучений Станислав Садальский рассказывал, актриса Нонна Терентьева умирала страшно и мучительно О ее смерти так бы никто и не узнал, если бы не актер Андрей Вертоградов, позвонивший ей абсолютно случайно за две недели до смерти Андрей пытался связаться с Союзом кинематографистов России Ответ – полное безразличие От отчаяния Андрей связался с хосписом, американской больницей, где помогают умирающим раковым больным Представительница этой больницы Нэнси Генуэй оказала ей помощь Из института Бурденко приходила каждый день русская женщина Татьяна Петровна, которая безвозмездно ставила капельницы, чтобы как-то облегчить страдания Но болезнь все-таки забрала ее окончательно Она угасла всего за месяц Для многих знакомых ее преждевременный уход стал шоком Почти никто не знал о ее болезни К тому же актриса великолепно выглядела Ей было на тот момент 54 года Но ей можно было дать не больше 40 Смерть пришла к Ноне Николаевне как избавление Не стала прекрасной артистки в женский праздник 8 марта 1996 года Звезде советского кинематографа выделили участок для могилы на престижном Троекуровском кладбище Терентьева не хотела стареть и терять красоту Желание знаменитости сбылось Пришедшие проститься знакомые сравнивали исполнительницы с принцессой, спящей в хрустальном гробу Ни годы, ни рак так и не сумели лишить русскую Мэролин Монро природного очарования Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова